Сделаем вымотку, чтобы раздавать. Сделаем вымотку, чтобы раздавать. Сделаем вымотку, чтобы раздавать. Сделаем вымотку, чтобы раздавать. Такой вот детский сад. Если вы открывали технику спецификацию, вам очень понравится мне например очень понравится потому что я открою вам 40 страниц отборного того что нравится значит да поэтому данная реакция на самом деле мне действительно кажется что ну да основной переводится с английского и английского как second non-interactive argument of knowledge соответственно про неинтерактивный протокол я сегодня скажу про argument of knowledge потому что на самом деле argument of knowledge внезапно и дам определение argument of knowledge ну и поэтому я выражаю надеждой что statement без понимания каких-то важных вещей трудно понять все поэтому сначала базовые вещи вот значит что мы видим видим какие-то аббревиатуры похожие на там не знаю название сбора чехословакии на самом деле мы могли бы скачать и по наградному режиму находился пошел лучше скачать лучше скачать да лучше скачать качать качать скачать значит вообще почему такое название потому что ну вот так устроен например когда вы заходите в фейсбук что вы делаете вы там набираете пароль значит сервер фейсбук сверяет кэш пароля с тем как у них будет база данных и если они совпадают то обладатели замечательно при данной процедуре происходит полное разглашение секретов то есть абсолютно весь пароль передается фейсбуку и фейсбуке радостно как бы люди получают значит чтобы исправить этот фейсбук ну то есть чтобы придумать какое-то решение которое раскрывает не весь секрет были придуманы названные charge-response протоколы в ходе которых соответственно prover и verifier обмениваются сообщениями и prover отвечает на challenger verifier и соответственно prover отвечает на challenger так что верит что у провер действительно есть тот секрет о котором он заявляет так сказать в начальной форме challenger response протоколы так как в той форме в которой они только возникли они были непрекрасны чем они были непрекрасны тем что товарищи которые имеют уши use dropper то есть существо которое прослушивает весь канал например это сам verifier может извлечь информацию из тех сообщений которыми обменивалась сторона которая доказывает что обладает секретом сторона которая проверяет вот вот pzk это совершенно прекрасная история потому что доказывающая сторона discloses ровно 0 bit of information я умею читать да то есть какая бы ни была у verifier computational power он ничего не может сделать то есть он получает ну как правило доказательный факт заключается в том что мы просто читаем протокол и видим что verifier получается секрет умноженный на random number ну и пример вообще здорово ну никакой информации секретом не удается да соответственно есть различия вот что такое computation зерно это такой протокол который является зерно если вы верите что там что страна которая проверяет доказывающую сторону если вы видите что она не умеет выполнять задачи которые человечество не умеет делать ну то есть хорошо известно что нет быстрого способа раскладывать составное число на простые множители нет эффективного алгоритма все алгоритмы либо суп экспоненциальные либо экспоненциальные нет полемиальных алгоритмов никто не знает по крайней мере как только кто-то знает минимум слабо сломать макс всю макс кутерографию там выйдет сиденье в целом расслабиться но будет сидеть долго что долго? со слабой будет сидеть со слабой долго нет все 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 давай так ну по разному на хабре замечательная статья что делать если ты научился раскладывать основные числа на два простых там хорошая статья в которой рекомендуется сначала заработать все деньги мира анонимно а потом ну и рассказать как это сделать а потом выйти и получить какую-то там медаль ну там Tured Prize Award получить там еще и слабую какую-то reputation у слова вот соответственно ну принято считать что нет ну так так науки не известен способ находить дискретный алгарифм то есть неизвестно никто не умеет решать уровень а в степень x равно V над группой ну над группой ZT умножения ну следственный ну там это задача называется как задача использования скрипного алгарифма еще никто не умеет решать квадратный корень вот в школе проходит а никто не умеет Потому что квадратный корень в школе это просто, а квадратный корень от zt это сложно. Потому что zt это группа остатков от деления на n. Такая штука, что берем число и можем вычитать n сколько хотим раз, можем прибавлять n сколько хотим раз. Например, n-2, по-моему, n равно n-2. Ну и протокол называется статистикой. Если статистическое распределение транскриптов, то есть немых таких свидетельств... Ну, транскрипты это что такое? Это record того, что происходило в момент протокола. Один раз произошел протокол и случился некоторый транскрипт. Внимая запись тех сообщений, которыми обменивались Prover и Verifier. Второй раз пришел протокол, третий раз пришел протокол. Да, протокол называется статистикой в зерно. Если распределение транскриптов является идентичным... Никак нет честных протоколов, чем транскрипт нечестен. Ну и еще. Вот. Дальше идет слайд с глубокомысленным названием ZK, POC или POC. Суть в том, что POC это более слабое свойство, чем ZK. Соответственно, что бы POC? POC это когда Prover пытается убедить Purifier в том, что он знает это число X. А как бы в ситуации с 0 на 0.0 плюс, Prover не пытается убедить Purifier в том, что он будет пункт X. Он пытается убедить его некоторым фактам. Некоторым фактам. Например, пытается убедить его, что X это принадлежит множество квадратичных высчитанных. То есть он не говорит, что я знаю, какое S, что X равно S в квадрате. Он говорит, что X умножит квадратичных высчитанных. То есть речь не идет о том, что в ходе работы протокола происходит умножение на секретное число S. Ну и мы чуть дальше увидим связь между POC и ZK. Покажется, я советую понять, что, да, Proof knowledge, ты доказываешь, что ты знаешь X именно X. А в ZK ты делаешь некое время утверждение. Например, что граф может быть раскрашен в три цвета. Так что никакие два, ну так что для любого ребра вершины не покрашены в один тоже цвет. Ну да, то есть идет утверждение не о том, что ты знаешь какой-то пример такого графа. А просто о том, что он может так раскрашен. Да, море на ЗК протоколах. Да, бесполезно быть пассивом useDropper. Потому что ровно как и useDropper ту же информацию получает на самом деле Verifier. Он, Verifier, понятно, что он активный один из двух участников процесса. Он обладает всей информацией. Ну, потому что информация во всех интеракшнах, соответственно. Но, как бы, подход к банаколу в Zero Knowledge, ни Verifier не получает никакой информации, ни любой другой, кто слушает происходящее. Очень классно, на самом деле. То есть огромный прорыв по сравнению с логином в Facebook. Во время логина в Facebook происходит разглашение всей информации в Facebook. То есть ты весь свой пароль даришь им. Ну, понятно, что сначала ты зарегистрировался с помощью этого пароля. Но каждый раз при аутентификации ты весь пароль им даришь. Ну, короче, если они тебя слушают, то ты попал сам. Ну, да, да, да. А дальше мы рассмотрим некоторые протоколы. Например, identification scheme. В которых будет такая identification scheme, которая хорошая. Можно вопрос? Да. Подразумевается, что каждому Verifierу ты доказываешь разные вещи. Смотри, да, какой момент. Смотри, вот, допустим, есть я и ты... Ну, не допустим, а... Вот я тебе что-то так, ну, я тебе доказал некоторых фан. Дальше ты, не знаю, говоришь, Саша, что я, короче, действительно знаю там... Ты говоришь, Саша, что да, действительно я знаю это число. Саша говорит, что в ответ на это он говорит, что... Ну, допустим, как бы ты мог это сделать? Ты мог сделать видеозапись процесса, ну, того, как мы обменились сообщениями. В ответ на это Саша справедливо говорит, что эта видеозапись может быть запросто... Ну, то есть, что нет никакого свидетельства о том, что вы предварительно не сговорились, и ты не задавал такие вопросы, которые могут быть мне удобны. Ну, например, мы потом увидим, что если Prover постоянно угадывает челленджи Verifierа... Ну, или знает их, потому что они в сговоре состоят. Но если Prover всегда угадывает Verifier, челленджи Verifier, значит, он может обмануть Verifier, то есть убедить его в том, что он владеет секретом, которым в самом деле не владеет. Поэтому, ну, поэтому показ третьему лицу видеозаписи процесса заказа доказательства, он совершенно useless. Единственный способ доказательства третьему лицу, это привести нам с ним в протокол. Ну, или, например, сделать так, чтобы он придумал челленджи. Нет, у меня вопрос на самом деле немножко по-другому был. Ты говоришь, что Xdropper не получает ничего больше, чем Verifier, потому что все как бы публично, но Xdropper может слушать твое общение как Prover с разными Verifier, с разными Verifier, да. Ты можешь ему доказывать одно и то же, ну, как бы он не может все равно получить больше. Смотри, вот, и, допустим, я Prover, ты Verifier, все Xdropper, я тебе доказываю некоторую информацию. Ты эту информацию можешь доказывать? Нет, нет, нет. Допустим, ты Prover, он Verifier, я Verifier. Ты общаешься с нами в 2.NET. Да, да, да. Что в протоколе, что с тобой, я разбежкаю равно 0 информации, что в протоколе с вами. Да, но в протоколе с нами двумя ты не разговариваешь больше информации. Если и VXX, то просто, да, то ты не получается где-то. Нет, нет. Но это два разных протокола, поэтому здесь 0 и там 0. Ну, это 0 и просто 0. И вот здесь весь зал слушать, весь зал без droppers. Все без droppers. Они не пытаются и прерывать сообщения, и выдавать, придумывать сами чаленджеры. Как бы, да. Может, я не помню точно, есть же схемы подписи, грубо говоря, которые подразумевают, что ты подписываешь не больше, чем сколько-то раз. Если ты подписал какой-нибудь сообщение. То есть ты владеешь секретом, приватным ключом, если ты подписал им больше, чем AdRust. Да, если больше, чем AdRust, то... Каждый в отдельности при этом не может мне еще раскрыть. Я вот именно про это говорю. Что каждому в отдельности ты даешь свое подписанное сообщение, каждый в отдельности не сможет это открыть. Каждый верифайр. Но и вздропер сможет, потому что он послушал N раз, как я когда-то уже говорил. То, что ты говоришь, что касается не закат протокола. Вот в не закат протоколе, чем больше раундов интеракшена произошло, тем больше как бы частичной информации получает и вздропер. И обладает частичной информацией. Допустим, вот если мы провели с тобой миллион раундов протокола, то и вздропер уже сможет как бы намайнить достаточно даты. Дата майка. В закат ровно 0. В закат ровно 0. Вот в этом и прикол. Вот, да. И тут на этом сайте прекрасно написано, что Probability to impersonate p doesn't depend on the number of runs. Я не хочу так просто. Because 0. Да. Значит, два ключевых, важнейших, замечательных понятия. Comprinces and soundness. По-русски полнота и корректность. Соответственно, epsilon это про полноту, да и про корректность. Что такое полнота? Полнота это когда я владею, действительно владею секретом, я честный прувер. И, значит, протокол полон, если честный прувер доказывает честному верифайеру факт с вероятностью 1. У нас в конце будет пример протокола, в котором вот может так казаться, что вот я честный прувер и рефайер тоже честный. Мне так повезло, что, как бы, epsilon все-таки отличается к единице. Но в то же время, как бы, устремляя количество раундов по бесконечности, epsilon тоже замечательно устремляется к единице. Поэтому, ну, вот так. Вот, соответственно, ну, большинство протоколов, которые я, по крайней мере, трогал, я трогал довольно много по работе, значит, epsilon строгая единица. А вот data, как правило, никогда это строго миной, но зато, как бы, большим количеством раундов она тоже отлично стремляется к решетку data. Значит, если я не знаю секрет, то есть я dishonest прувер, я помогу пытаться убедить верифайера все же в том, что я его знаю. Ну, например, угадывая его, ну, угадывая его челленджа, который он мне посылает. До отправки коммитов смысл будет позднее, когда будут примеры. То есть dishonest прувер вполне можно отлично, как бы, пытаться вести в заблуждение верифайера. Однако во всех хороших протоколах, значит, ну, да, data, это вероятность того, что это удаст. А с какой скоростью стремится вероятность? Обычности длиной. Ну, то есть, типа, в типичном протоколе, ну, там. Ну, мы, во-первых, посчитаем для каждого протокола, ну, правда, там. Ну, обычно, ну, скажем так, для самых простых протоколов, дайте раунд, дайте второй. И, как бы, после одного раунда, после двух раундов, там, понятно, один, два в квадрате. Ну, короче, два в степени минус х. Два в степени минус х. И для какого количества раундов. Ну, короче, смысл в том, что да, и как бы очень важно, что сколько раундов нужно определяет верифайер. То есть, если верифайер устраивает, как бы, ошибка в 0,0,1, например, то замечательно. Но, как бы, да, и, соответственно, та, как бы, вероятность того, что, Полина, вероятность того, что, значит, Prover все же сможет его обмануть, ну, значит, называется SalvenessError или ошибка коебности. Ну, обычно, там, когда я читал всякие книжки, там говорят, что приемлемая ошибка корректности два в степени минус сто. Ну, нормально, в принципе. Два в степени минус сто хорошая ошибка. То есть, ну, да, то есть, протокол... Таким, как бы, практический протокол считается, что вероятность того, что Prover обманет верифайера за счет угадывания, там, например, чисел, не должна превышать два в степени минус сто. То есть, получается, нам нужно сделать сто эти рации? Стоит, сто протокол, он быстро делается, да? Мне кажется, что, ну, как бы, сейчас мы каждый раз разберем. А, да, Special Sound. Да, протокол также имеет такую property. Ну, протокол также называется Special Sound, наверное, а не Special Soundess. А не property, называется Special Soundess. Если... Ну, это все равно пока что непонятно. СМЕХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. Да, соответственно, там последний как бы как бы слайд, посвященный теории, значит, да, это такой симулятор транскрипт. Транскрипты, review, оба слова с одинаковой частотой встречаются в литературе. Это видеозапись от того, как мы с тобой хорошо наказываем. Видеотейп или другой рекорд, процесс пруфа. Обычно транскрипты являются просто видеозаписью. Записью в виде файла. Транскрипт — это совокупность всех тех чисел, которыми мы обменялись в процессе доказательств. Verifier не может ничего доказать третьей стороне, потому что эта запись выглядит идентичной как подделок. Вот наш пример для настроек. В этом смысле по видеозаписи невозможно сказать. Вы договорились о том, как его начальнижи будешь посылать? Я не договорюсь заранее. Есть важнейшая концепция симулятора. Симулятор — это протокол, который вместо... Симулятор — это такой протокол, который умеет без участия прувера получать доказательства, неотличимое от протокола с участием прувера. Соответственно, если для некоторого proof of knowledge есть симулятор, то этот proof of knowledge является зероножным протоколом. То есть, если возможно получить... Если возможно составить такой алгоритм, который будет имитировать прувера, то это будет зероножным. Ну, вот такая, действительно. И, причём, не просто имитировать прувера, а имитировать прувера так, что это будет неотличимо от... То есть, рассыпление тех чисел, которыми они будут обмениваться, оно будет неотличимо от того, к которому прувер будет обмениваться сферфайером и честным доказательством. Ну, это не очень ревелый момент, но это действительно... Ну, как бы, на самом деле, если вдуматься в это, то действительно понятно. То есть, если тебе не нужен прувер для того, чтобы симулировать доказательство, то это означает, что прувер, ну, это действительно разглажающий по информации. А если тебе, ну, если тебе нужен прувер, то... Ну, в смысле, если честный взаимодействие с прувером приводит к другому распределению тех чисел, Коминчарджерс, с которыми они будут обмениваться. Если участие прувера приводит к другому распределению, значит, что-то прувер раздыхает эту информацию. А вот если ты сам можешь как бы имитировать прувер, тебе нафиг не нужен прувер, это означает, что прувер действительно... Да, скрипачу не нужен. Да, значит, красивые картинки. Значит, вот на скальных живописи. Вкрапления русского языка, такие прекрасные, английующие тексты. В чем, ну, этот самый простой, короче, пример, языка на классе. Да, дальше я буду. Я вот уже один раз сказал слово Полина. Я... Значит, вместо них слова в англоязычной литературе Пегги и Виктор, чуть реже Пэрс и Венни. Ну, у нас... В наших широтах Пегги довольно мало, поэтому у нас будет Полина Виктора. Вот. В русской русской изучительной литературе нет вообще, поэтому просто нет русской изучительной литературы. Поэтому у нас будет... Ну, да. Ну, как бы... В общем, да. Не такая важная история. Да, значит, простейший пример. Вот такой. Представим себе пещеру. Ну, собственно, представим. Виктор и Полина, предположим, стоят не как и здесь, а у входа в пещеру. Виктор говорит Полине, Полина, иди, давай, как ищу. Полина заходит, и дальше она... Так, чтобы Виктор не видит этого, допустим, Виктор здесь стоит. Полина отправляется либо налево, либо назад и до двойной двери. Виктор не знает, где Полина. Виктор говорит, Полина, выди-ка слева. А если Полина владеет, значит, ключом от двери, то Полина может выйти откуда угодно, откуда Виктор сказал, туда она и вышла. Если Полин не владеет ключом, то она может выйти оттуда, откуда она нашла. Тем самым,... если этот протокол smells, для доказательства того, что Полина владеет ключом, то вероятность того, что полине, повезло одна гуд deshalb, в ходе одного раунда. Соответственно, в ходе k раундов, вероятность того, что ей повезло, это 2 в степени минус k. Это 1 на 2 в степени как раз. Вот. Соответственно, тем самым, в величеве k можно свести вероятность везения Полины до какой угодно, до сколь угодно малой. Поэтому, начиная с повода k, Виктор будет удовлетворял в том смысле, что он поверит в то, что у Полины действительно есть какой-то ключ. Что Полина действительно умеет открывать двери и выходить с той стороны, с которой Виктору будет нужна. Вот. Это прекрасный и очень простой пример. Вот. Я вам могу всем рассказать.